Здоровья, москвичи! Мы все иногда испытываем тревогу, если что-то забываем, куда-то не успеваем, за кого-то переживаем, или, например, находимся в зеркальном лабиринте. И это нормально. Но бывает и такое, что причин для тревоги нет, но ты все равно тревожишься. И непонятно почему. Одна из самых распространенных причин такой тревоги – депрессия. Но не торопитесь ставить себе такой диагноз. Есть куда более банальные причины. Например, напиток, который мы все пьем каждый день. Или контент, который смотрим в соцсетях. Но давайте со всем разбираться постепенно. Сегодня поговорим о тревожности в нестандартном месте для спокойных людей и в очень даже стандартном для тревожных и неспокойных. Потому что это дом страха, комната страха. И нахожусь я не один здесь, а с Денисом. Денис, привет. Всем привет. Меня зовут Денис Коваленко. Я работаю СММ-менеджером. Здесь понятно, почему тревога может присутствовать в обычной жизни. Присутствует? Да, она присутствует. И особо не понимаю, почему. У нее нет определенного графика, но периодически это чувство всплывает посреди дня. Страх опоздать, страх не выполнить правильно работу. Страх за то, что где-то что-то, опять же, пойдет не так, и я буду выглядеть, возможно, глупой. Давай разбираться вместе с нашим экспертом. Жаденова Виктория Павловна, врач-психиатр, психотерапевт, руководитель психологического центра. Существует как минимум пять простых банальных причин тревоги. Первое – нарушение сна. Когда трудности засыпания, дродный сон, когда человек не высыпается. В этом случае банально не вырабатывается теротонин, мелатонин, и человек физиологически начинает ощущать раздражение, тревожность, снижение настроения, гневливость, злобность. Денис, как дела? Ясно. О, не наорал! Уже хорошо! Скажи, пожалуйста, как со сном дела обстоят? Довольно плохо, потому что не могу вообще, в принципе, весной делать с кожей на протяжении мелатонина раньше 12 часов. Нормальное количество сна – это примерно 7-8 часов, и, конечно, в идеале засыпать. До 11, хотя бы до 12. Вторая причина – появление тревожности. Это употребление кофе, других стимуляторов, стимулирующих напитков. Это напитки, которые повышают как-то тонус внутри человека. Энергетики? Энергетики, да. Там кофеин, таурин – то, что в энергетике. Химически происходит реакция как при тревоге, сужение сосудов, учащение сердцебиения, дыхания. Денис, пьёшь кофе, энергетические напитки? Да, это тоже большая проблема. Как много пьёшь за день? Я стараюсь ограничиваться одним, но бывает много работы, и всё равно приходится пить два-три кофе за день. Две-три чашки в день – это не большой ужас, но тоже повышает тревожность. Совет людям, которые пьют много энергетиков, пьём много кофе. Кофе легко можно заменить какими-то физическими нагрузками, да, с утра сделав такую зарядку, приседания, лёгкую пробежку, что, в общем-то, также повышает конус, а ещё и полезно, в отличие от кофе и других энергетиков. Третья причина? Это диета, конечно. Например, нарушение питания, поедание какой-то острой, пища очень калорийная, обычно мучного, сладкого в больших количествах. Это может вызывать как раз такую гиперактивность и тревогу даже у взрослого человека. Какой совет тогда можно дать, вот, связанный с диетами, с питанием? Очень полезна средизерноморская диета – рыба, креветки, другие морепродукты, богатые омега-3, которые как раз снижают тревожность и очень благоприятно влияют на нервную систему. Четвёртая причина? Это сидеть в социальных сетях. Давно доказано, что времяпрепровождение более одного часа в социальных сетях вызывает большое количество тревоги и депрессии. Там есть три таких важных аспекта. Это сравнение себя с кем-то, наблюдение за какими-то известными личностями или другими людьми, которые, как мы знаем, в соцсетях обычно выкладывают только лучшие свои какие-то события. И у человека, который за этим наблюдает, появляется ощущение всё время, что он немножко недотягивает, что провоцирует тревогу, желание изменить и невозможность это изменить, достигнуть того результата, как в соцсетях. Денис у нас СММщик, и он ещё больше, чем мы все должны проводить в соцсетях. Так это или нет, Денис? Да, конечно, это моя работа. Я проводил 8-10 часов исключительно по рабочим моментам. Блин, сам отдельно также использую соцсети. Можем посмотреть на твоём телефоне статистику, сколько времени ты был в соцсетях сегодня? В среднем с телефона у меня получается 4,5 часа. Почему так мало, если ты занимаешься СММ? Потому что я занимаюсь этим с компьютером. А, какой совет мы дадим активным пользователям соцсетей? Постараться не сравнивать себя с другими. Ну, конечно, сидеть поменьше в соцсетях. Пятая причина – тревожности. Это перфекционизм, ну и гиперконтроль своей жизни и всего, что вокруг происходит. Да, это люди, которые склонны делать всё идеально, по крайней мере, хотеть делать всё идеально. Контролировать всё, что вокруг них происходит. Да, и тревога, соответственно, нужна для того, чтобы сделать более лучший выбор. Его не происходит, тревога не успокаивается. Денис? Есть вот такой момент, что, да, действительно, даже задачу, которую я передал, продолжаю контролировать. Хочется всё постоянно держать под контролем. Какой совет можно дать, Виктория Павловна? Попробовать снижать требования к себе, ослабляться чаще, делегировать какие-то вещи, которые могут сделать другие коллеги или окружающие. Денис, спасибо большое, что поделился своими переживаниями. Виктория Павловна, спасибо за интереснейшую лекцию. Не болейте. Спасибо большое. Вот, человек правильно поступает, смотрит нашу программу и спокоен. Спокоен, вообще ничего человечка не нервирует. Также и вы запоминайте наши советы и будьте здоровы. Здоровья, мы встречи!